АПЛОДИСМЕНТЫ Гражданин следователь, это фамилия такая. Трогали. Я Пётр Семёнович трогали, жена моя Валентина трогали и весь наш род, так сказать, тронутый, да? Да, есть немножко, что греха таить. Вот. По какому вопросу? Я свидетель по делу, значит, по очень серьёзному делу. Об очень плохом, я бы сказал, зверском отношении к животным моих соседей Григория и Галины Пиндюлей. А, это очень хорошо, что вы зашли. Я как раз держу это дело в руках. Проходите, присаживайтесь. Вы успокойтесь. Всё нормально. Вы знаете, я когда подхожу к вашей конторе, ноги сами в пляс идут. От вас подальше. Хорошо, я слушаю вас. Ага, значит, готов говорить всё, что было и что не было. Так, ну, что не было, не надо. А вот всё, что было, пожалуйста, давайте с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала моей соседке Галине Пиндюлей показалось, что её муж Григорий Пиндюлей стал, ну, как бы вам сказать. Ну, говорите, как есть. Ну, показалось, что... Ну, как есть, так и говорите. Ну вот, как вам объяснить? О, вот солнце что делает? Солнце, ну, греет. О, не-не-не-не-не. Ну что еще? Встает. О, о, а Григорий Пиндюлей совсем не солнце. Подождите, подождите, что, что, эм, эм, эмпотия, что ли? Боже упаси, боже упаси. мыслим, ни в какие партии не вступаем. Ну что вы? Нам этого не надо. Ну ладно, пишем. Потеря мужской силы, да? Да. Безвольный по мужской линии. Ну хорошо, так, дальше. Да, и что интересно, моя жена Валентина Трогали ничего за ним такого и не заметила. И на лицо он был свеженький. Ну это мы выясним дальше. Да, а дальше моя соседка Галина Пиндюлей значит пошла к столетней бабке Веклы и купила там дорогое средство для этого дела. Ну бабке она уже лет пять, как ни к чему. А откуда вы знаете, что дорогую? Да как же, она у нас десятку заняла, а мы этой десяткой сильно дорожили. Так, ну хорошо, дальше. Дальше. Дальше хотел бы заметить, что вы знаете, моя соседка Галина Пиндюлей женщина очень осторожная. И даже когда варит обед, первая его никогда не пробует. И вот она решила значит проверить средство для этого дела на животных. Эксперимент. Ага, ну вот мы наконец-то дошли до сути, да? Да. Ну-ну-ну, и что же дальше? Дальше. Дальше. Первым ей на глаза попался и кот-огурец. И самое, знаете, вот интересно, мы ж с Валей трогали, с женой моей ничего не знали про эксперимент. И были сильно удивлены, каких кот этот-огурец ворвался к нам во двор и циречно надругался над нашей кошкой Муркою, собакой Гамчиком и моей миговой шапкой вместе с Моллю. А как же вы? А нас он держал в заложниках. Дело в том, что мы с женой моей Валентиной трогали, закрыли в схате и понимали, что живыми он нас оттуда не выпустил. Вы знаете, честно вам скажу, я в молодости таким же был котяром. Вы знаете, вот вот до сих пор в марте сердце на спине дыбов становится. Показать. Так, не надо. Сейчас октябрь. Ага, будем ждать. Так, хорошо, дальше что? Ага, дальше. Дальше его, значит, соседка наша, Галина Пиндюлей, пригрызила, значит, этому, значит, как его? Коту? Коту, да, вилами, и больше мы его не видели. Так, хорошо. Ну, ходят... Пишем, кот пропал, да? Да, да, уходят упорные слухи, что в городе появился маньяк и сильно злобствует. Так, это все домыслы. Дальше давайте. Дальше. Следующим был петух Гарик. Сначала все были довольны. Куры не шли с гирляндами яиц, а некоторые сплошной яичной колбасой. Но когда над нашим селом перестали летать птицы и стал нестись крупный рогатый скот, мы насторожились. Так, 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 что же дальше произошло? А дальше моя жена Валентина трогали, пригрозила, значит, этому петуху бульоном, в смысле, топором, и мы его больше не видели. Так. Но ходят упорные слухи, что в лесу появились кукарекающие дикие кабаны. Так, знаете что, господин Дронутый, у меня в материалах дела написано «Корова», а вы мне петухом голову морожите. Правильно, правильно. А также была корова Анжелка. Ага. Подождите, или это дочка у них, Анжелка, или дочка корова, в смысле Анжелка. Короче, неважно. После того, как она, значит, вступила в эксперимент, эта корова взяла трехметровую высоту забора без шеста и двадцать пять километров гналася за нашим ветеринаром-осеменителем, который убегал от нее в город на мотоцикле. Я так понимаю, что больше вы их не видели. Да, больше, но ходят упорные слухи, что в районе увеличилось поголовье рогатых байкеров. Подождите, это все к делу не относится. Что дальше? Чем закончилось? А дальше у моей соседки Галины Педюлей хозяйство закончилось, и она перешла на наше. Моей жене Валентине трогали хозяйство, стало жалко. И она предложила меня. И что? Так, то же дело, гражданин следователь, тут же заковыка, что это средство нужно не вовнутрь принимать. А как? Мазать. Под фостом. И? Я не дался. Почему? Так то же дело, что к этому времени информация просучилась, и к нашему двору начали, значит, стекаться женщины, страждущие всех поколений, а мужчины наоборот взяли круговую оборону и взяли лицензию на отстрел бешеного животного. Эксперимент ведь не завершенный. Где вообще? Где вещественные доказательства? Значит, так я бутылочку герметически закрыл, на огороде закопал и забыл, где. Так, внимание, опергруппа на выезд. Всех в ружье. ОМОН, спецназ, лопаты. Я буду лично руководить операцией. Каждый исследователь, я понимаю, что вы уже не в солнце, ну, я бы вам посоветовал этого не делать. Ну, серьезно, ну, 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 посмотрите на меня, ну, не дай же ж Бог вы примете этого, ну, пасыж внутренние органы ж этого не выдержать. Без петуха мы еще можем как-то обойтись, а как же без вас? Так, он как-то зуба на рыс. дождите, так, куда же вы... Субтитры сделал DimaTorzok